Я молился и просил у Бога Слово на этот год. И в прошлый раз я говорил о том, что мы должны ревновать о дарах больших. И мы говорили о том, что мы и молились за то, чтобы было больше любви, больше проявления дара развлечения духов, больше дара веры. Я думал, что это да, пророческое Слово на нашу церковь тоже, потому что я послушал после этого несколько служений других служителей, в Израиле в частности, и они говорили примерно об одном и том, то есть о том же, что и мы говорили. И все-таки мне чего-то не хватало, если честно. И вот я молился, буквально вчера утром, так вот повезло, что было тихо, никто не звонил, никому ни с кем не нужно было общаться. Я молился просто и просил у Бога, чтобы Он дал мне пророческое Слово на этот год. И оно прозвучало. Я хочу, чтобы мы с вами открыли сейчас эту главу, если у кого-то есть Библия. Просто я считаю, что он не просто так. 20-й год – это год нового десятилетия. И так получилось, что и в эргарианском календаре, и в календаре, ну, еврейском, этот год – начало нового десятилетия. На еврейском календаре это 5780-й год, а по эргарианскому календару это 2020. Англичане любят этот «твони-твони», говорить американцы, вернее. То есть это новое десятилетие. И новое десятилетие должно что-то знаменовать. Я вот в это верю свято, да, что оно должно что-то знаменовать. Потому что Бог поставил на времена и сроки, сроки там до периода. И так уж получилось, что мы с вами меряем десятилетиями эти периоды. И я верю, что это будет год прорыва. Я в это верю. Прорыва, причем, во всех сферах. Вот все, что было не так, все, что, казалось, шло другими путями, это будет год изменений в любом случае. И это будет только начало. Мы на пороге этих изменений. Смотрите, 10 лет назад никто даже не думал, что у нас будут с вами у каждого смартфоны. Смартфоны – это было только для богатых. Сегодня есть они у всех. 20 лет назад никто вообще не думал о том, что мобильные телефоны будут у всех. Сегодня нет человеку, у которого нет мобильного телефона, у некоторых даже два. Для тех, кто не любит носить два, как я, например, изобрелись телефоны для двух симов. То есть происходят вещи, которые раньше считались фантастикой. Вот, пожалуйста, здесь лежит чудо технологии – планшет. Писать в планшете неудобно, нужно было писать тетрадку, есть ручка, чтобы писать в планшете. Кто когда-нибудь об этом думал? Никто об этом не думал. Каждое десятилетие, оно знаменуется какими-то открытиями. Но мы не будем говорить о чем-то глобальном. Мы будем говорить о нашей локальной семье. Семье каждого из нас, где у нас есть какие-то трудности, какие-то проблемы, и мы хотим из этого выйти. И это будет началом нового десятилетия. Через 10 лет, вот запомните этот день, когда мы получили с вами это слово, через 10 лет в вашей жизни будет все кардинально по-другому. Потому что так устроен мир. Бог хочет менять. И перемены – это не чудо. Вот так раз, и мы стали… Это, знаете, я прочитал сегодня в Фейсбуке интересные высказы. Я никогда этого не задумывался, на самом деле. И там журналист пишет, вся иллюзорность мышления советского человека была отражена в одной песне. Даже в одной строчке этой песни. Прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит. И, наверное, оставит мне в подарок 500 из кемов. И мы так и живем, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Не прилетит никакой волшебник. Это вообще грех волшебников верить. Никакого бесплатного кино не будет. Я сегодня поставил ролик один очень интересный. Он, конечно, светский. Его делали неверующие люди. Называется он «Мечтай». И если кто его уже успел посмотреть, хорошо, а если нет, посмотрите обязательно. Мы должны ведь мечтать. Бог не сказал нам «Сядьте в свою коробочку, сидите, ждите, пока я приду». Он сказал нам «Действуйте». И вы знаете, Богу вообще не важно, что мы делаем. Богу важно наше состояние сердца. Авраам косячил налево и направо. Но у него было правильное сердце. И поэтому он был другом Божьим. Он много чего сделал неправильно. Но он был другом Божьим. Потому что Богу важно, чтобы мы свое сердце сохранили в правильном состоянии. И нам нужно сейчас просто взяться за то, чтобы воспитать себя и пройти это десятилетие кардинальных перемен так, чтобы наше сердце было всегда на правильном месте. И вот когда я молился на эту тему по поводу изменений, почему я вижу, что должен быть прорыв? Почему я вижу, что должны быть изменения? Потому что хватит. Хватит. Потому что дьявол пришел, что сделать? Украсть, убить и погубить. Он пришел украсть у нас надежду. Он пришел убить у нас веру и погубить нашу душу. Хватит. Если мы верим в могущество Иисуса Христа, если мы верим, что это Бог, потому что Иисус Христос, он либо Бог всего, либо не Бог вовсе. Если мы верим в это могущество Иисуса Христа, то это должен быть началом года прорыва в нашей жизни. Аминь. Я за это хочу сегодня молиться. Итак, Еремея, 32 глава. Мы прочитаем весь отрывок, небольшой, а потом мы с вами поговорим конкретно о всем, о чем Господь мне открыл. Итак, с первого стиха. Они будут моим народом, это с 38 по 42 стихи. 32 глава, с 38 по 42 стихи, Еремея. Они будут моим народом, и я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня и все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И я заключу с ними вечный завет, в котором я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступили от меня. Буду радоваться о них, и благотворяем, и насажу их на земле сей твердо, и от всего сердца моего, и от всей души моей. Ибо так говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них. Вы услышали? Давайте поговорим об этом. Первое. Мы народ Божиим. Вот есть песня такая, которую часто поют во многих церквях, где такое мощное прославление. Первый раз я его услышал в новом поколении, это на евангелизации в Украине. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Я этот псалом читал раз, наверное, не знаю сколько, десятков раз, но никогда не задумывался. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Потому что Бог, когда мы Его, то нам ничего не страшно. Писание говорит, если Бог за нас, какая разница, кто против нас. То есть, если Писание говорит, что какая разница, кто против, это значит, что даже дьявол, со всеми его чудесами, со всеми его знамениями, со всей его армией ангелов, которых он совратил в свое время, и они пали вместе с ним, не имеют никакой власти и силы в нашей жизни. Потому что Бог за нас. Второе написано, и дам им одно сердце и один путь. Понятно, что это не одно сердце на все, аппарат такой искусственного сердца. Нет, это одно сердце, имеется в виду сердце единое. Мы все в одном едином духе двигаемся, и одним путем идем. Иисус стал для нас. Жизнью, путем и истинным. Потому что другого нет. И здесь написано, чтобы они боялись во все дни жизни моей ко благу своему, благу детей своих. Я еще раз напомню, мы об этом говорим уже очень много раз, но вы знаете, мы всегда забываем. Страх Божий, это не страх Бога. Мы не должны бояться Бога. Потому что в доме, в котором дети боятся отца, это дом, который разваливается. Но мы боимся потерять отношения с Богом. Мы боимся, что Он вдруг перестанет с нами говорить. И такое уже было в истории Израиля. Бог на 400 лет замолчал. Было и после этого. И последнее, и во время катастрофы еврейского народа все говорят, что Бог молчал. Нет, Он говорил. Он говорил в сердце каждому, что Он дал нам сердце единое, всем, кто верит в единого Бога. А те, кто принял Иисуса Христа, примирились со своим отцом. Вы знаете, что такое примириться со своим отцом? Вы знаете, вы с ним конфликтовали, он с вами судился, это были сплошные одни приговоры, сплошные наказания, и вдруг в один прекрасный день Он говорит, я не хочу больше с ними судиться. Потому что это мои дети. Я их родил, и я не хочу с ними судиться. Я дам им шанс. И Бог дал нам шанс. Бог дал нам шанс в Иисусе Христе. Иисус, Он дал нам возможность вернуться в дом. Он сказал, как блудный сын. Мы в один день... Вы помните, с чего началось возвращение блудного сына домой? С чего началось? Кто помнит? Он все пережил, был голодный. А с чего началось возвращение? С того, что Он пришел в себя. Он пришел в себя и подумал, что рабы в доме отца его едят гораздо лучше, чем он. И Он сказал, говорит, да я лучше рабом раба пойду в дом отца своего, чем буду продолжать в этом свинарнике. И пошел. Но возвращение началось с того, что мы пришли в себя. Каждый из нас на каком-то этапе своей жизни пришел в себя. Пришел в себя, потому что мы созданы по образу и подобию. Мы вышли из себя когда-то. Мы занимались вещами, которые непотребны. Не зная этого, не понимая греха-то или не греха-то. Вообще не осознавая, что такое грех. Мы жили просто не божьими путями, не божьими стандартами. И в один день мы пришли в себя. Но мы не пришли в себя, потому что мы захотели прийти в себя. Мы пришли в себя, потому что так Бог захотел. Он просто излил Духа Своего на нас. И мы в Духе провозгласили Иисуса Господу. И Он стал Господом всех сфер нашей жизни. У кого-то да, у кого-то нет. У кого-то еще это процесс. И это нормально. Никто не говорит, что раз и сразу человек стал святым. Так не бывает. Писание говорит, что все мы много согрешаем. Но Бог не судится больше с нами. И это очень хорошие новости. Он говорит, я не отвращусь от них. Бог говорит, я не отвращусь от них. Вот просто посмотри на себя в зеркало и скажи, Бог сказал, что Он больше от меня не отвернется. Потому что у каждого из нас есть сомнения. Каждый из нас проходит какие-то тяжелые моменты в жизни. Но каждый день мы убеждаемся в том, что Бог от нас больше не отворачивается. И еще Он говорит, чтобы благотворить им. Он благотворит нам. Он никуда не делся. Он всегда с нами. А дальше Он пишет, что и страх мой вложу в сердца их страх. Вот точно так, как Он нас боится. Он же мог совершенно спокойно в Эдемском саду уничтожить Адама и Еву и сделать новых. Но зачем Ему два грешника, которые породят потом поколение грешников? Где написано будет, все согрешили. Нет праведного ни одного. Все лишены славы Божьей. Зачем? Но Бог говорит, вот как Он боится нас потерять. И Он все-таки за нас воюет с дьяволом. Иисус за нас воевал с дьяволом. Иисус за нас победил. Он страдал добровольно, чтобы все грехи наши понести на крест. На себе. И Он настолько боится потерять эти отношения с нами. Хотя Он жестко обрубил все. Он просто изгнал из райского сада. Поставил Херувима с воюетно-острым мечом. И все. Это было духовное отторжение. Но Он за нас переживал. Он был с нами. Он так или иначе все время нас спасал. Он все время поднимал нас, когда мы падали. И это, я сейчас говорю, не просто об истории еврейского народа. Это об истории каждого из нас. У нас у каждого в жизни такое было. И будучи не верующими мы это пережили. А тем более будучи верующими мы это пережили. И переживаем до сих пор. Но Бог говорит, что я вложу тот же самый страх, которым Он боится потерять нас. Он вложит нам в сердце, чтобы мы боялись потерять Его. Чтобы мы боялись разрушить эти отношения. Навредите. И в этот момент начнут происходить чудеса. Он начнет благотворить. И написано, чтобы они не отступили от Меня. Вот как Он не отступал от нас. Помните, в Иеремии 31 главе написано, что вот и наступают дни, когда Я заключу с домом Давида и домом Милы. Новый завет. Не тот, который Я заключил с отцами их в пустыне на горе Синаи. Ибо тот завет они нарушили, хотя Я верен был им до конца. Бог верен до конца. И верующий написано, не постыдиться. Почему? Потому что верен обещавший. И Он говорит, что? Еще раз прочитаю эти стихи. И заключу с ними вечный завет. Послушай, это вечный завет с твоей жизнью. И Он как всегда односторонний. Он односторонний, потому что Он знает, что ты в этом завете не устоишь. А Бог устоит. Он не человек. Он не меняется. Он один и тот же. Всегда. Ты не устоишь, а Бог устоит. В этом завет вечный и всегда односторонний. Это радует на самом деле меня, не знаю как вас. Я знаю, что Бог со мной в завете. И что бы я ни сделал, завет не разрушается. Но это радостный новосток. Аминь. И дальше давайте еще раз начнем. Я заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них. Что бы мы ни делали, запомни это. Что бы ты ни делал, куда бы тебя ни занесло, Бог от тебя не отвернется. Чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Дальше написано. «И буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо, от всего сердца моего, от всей души моего». Вы представляете себе? Что там, где вы есть, Бог говорит, вы будете насаждены твердо. От всей Божьей души. Он говорит, я сделал это от всей души. А это от Божьей души, от всего сердца. Бог показывает нам здесь совершенно себя по-другому. Он говорит, я буду радоваться о вас. Он не говорит, что я буду страдать с вами, когда вы будете страдать. Он будет радоваться о вас. Потому что, когда мы понимаем, что Отец за нас радуется, у нас остается, бывают такие моменты в жизни, когда мы сами в себя уже не верим. Уже все. Вот и туда откнулся не получилось, и сюда откнулся не получилось. Ничего не получается. Все плохо. И думаешь, да может быть я вообще никакой никудышный, никчемный вообще человек. Но всегда есть кто-то, должен быть у каждого, кто будет верить в тебя больше, чем даже когда ты себя вообще не веришь. Такой человек должен быть у каждого. А у нас Бог, Творец Вселенной, который верит в нас и радуется за нас, несмотря на все наши разочарования в жизни. Это совсем другой завет. Это не тот завет, который будете делать, будут благословения, не будете делать, будут проклятия. Представляете себе? Это другой завет. Итак, я буду радоваться о них, благотворяя им, и насажу их на земле сей твердо. То есть, Бог будет радоваться за нас, Он будет благотворить нам, то есть, Он всегда будет творить благо в нашу жизнь. Благотворить, это творить благо. Что такое благо? Это благословение. Благословение, это слова во благо. И Он их озвучил в 28 главе Второзакония. Если можете себе отменить, отмечите, почитайте с 1 по 15 стих. Он не говорит, и я буду их потом наказывать и проклинать, что с 16 по 64. Нет. С 1 по 15, как буду благотворить, то есть, благословлять. Благословения придут на нас. Это будет год прорыва. Это будет начало прорыва. Мы будем благословлены в поле, дома, на входе, на выходе. Будут благословлены дети, дела рук наших, плод наших дел. Все будет благословлено. Потому что это завет Бога вечный с нами. И дальше Он говорит, ибо так говорит Господь, я, как я навел на народ все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них. Все благо, это 28 глава второзакония, с 1 по 15 стих. Больше не придумаешь просто. Лучше не придумаешь. Мы будем благословлены во всем. Да, Бог навел на нас, что значит навел, Он не поставил, Он не сказал, там давайте, рубите там всех подряд. Нет. Он позволил дьяволу вмешаться в нашу жизнь, чтобы мы поняли, как Иисус сказал. Без меня, Иисус говорит, вы не можете делать ничего. Без меня не можете делать ничего. И Бог дал нам понять это. Давайте вспомним книгу Иова. Иов просидел достаточное количество времени с своими друзьями и овцами. И они ему рассказывали. И они вроде правильные вещи говорили. И он даже, на каком-то этапе, может быть, даже и поверил в то, что они говорят. Что он должен приблизиться к Богу, и тогда он полюбит его. И Бог все это сидел. Ну, он сидел. Бог все это слушал и возмущался внутри себя. Почему я знаю, что он возмущался? Потому что поднялась буря. И из бурьи он обратился к нему. И сказал, а знаешь ли ты, кто положил основание вселенной? А сможешь ли ты сделать то, что кто ты человек, чтобы рассуждать о моих намерениях о тебе? Он ведь это все позволил в жизни Иова случиться? Почему? Потому что он знал, что в конце он будет благотворить ему. Он дал ему в два раза больше, чем у него было. всего. А он был самый богатый человек на земле. Уц. Была земля Уц. Он был самый богатый там. А вот теперь получил в два раза больше. Почему? Потому что он не согрешил перед Богом ни словом, ни делом. Хотя претерпел кучу проблем в жизни. Да проблем это вообще даже не то слово. Трагедии. Ну, смотрите, всех детей в один раз и нету. Оставьте там скот, имущество, дома. Все это можно, если он не раз это смог сделать, он еще раз это сделает. Но дети. Представляете? Вы представляете? Можете себе представить, что у вас в один день вы лишитесь всех детей своих, которых вы воспитывали, и молились за них, и все сожжения приносили на всякий случай? Вдруг они согрешили чем-то перед Богом? Представляете себе? Не можете вы себе представить. Не дай Бог вам такое представить. Но тут написано. Я, как я навел на народ сей все это великое зло, то есть позволил этому случиться, так я наведу на них и все благо, которое я изрек о них. И это слово на эти ближайшие десять лет. Если мы будем в правильном состоянии сердца перед Богом, то Бог наградит нас всеми своими благами. Потому что благодать Господня она только что делает? Обогащает. И печали с собой не приносит. Мы должны быть в правильном состоянии сердца. И вы знаете, все, что мы делали до сих пор, мы должны просто встать перед зеркалом один на один в своей тайной комнате, посмотреть себе честно в глаза и сказать, послушай, ты косячил, ты делал плохие вещи, ты делал, может быть, не богоугодные вещи, где твое сердце на этот момент? С кем оно? Оно с Богом? Или оно не с Богом? Там вообще Бог еще есть в твоем сердце? Или уже все? Все потеряно? Если там Бога уже нет, то есть мы опять его наполнили снизу доверху заботами, проблемами, тяжбами своими какими-то там, разочарованиями, отверженностью, всем чем угодно. И там уже нет места для Бога. Нужно просто призвать его, чтобы он очистил все это. Чтобы очистил, потому что там нет в нашем сердце, в обновленном, Писание же говорит, пророчество из Икиля написано, я возьму у них сердце каменное и дам им сердце плотяное и на скрижарих сердцах напишу закон свой. То есть Он нам дал жизнь и живое сердце вечное, а мы опять наполняем его камнями. Нам этого делать нельзя, нам нужно проверить свое состояние сердца. И как я уже говорил, что для Бога это, ну, не я говорил, это говорил Сиэс Льюис, он сказал, Богу не важно, что мы делаем, действия его не интересуют, его интересует наше состояние сердца. Даже когда мы проходим долины смертной тени, написано, не убоимся, потому что твой посох и твой жезл успокаивают меня. И что такое посох и жезл? Посох это символ пастуха, да, он им управляет, он на него опирается и он является как бы, ну, таким столбом. Там, где вот, ну, посох, там, но все равно есть пастух. А жезл это символ власти. А власть, она не только власть защищает, она и власть наказать, она и власть обличить, она и власть наградить. И мы должны понимать, что когда у нас есть символ пастуха, который пасет и заботится о нас, и жезл, который является символом власти, есть в нашей жизни, они должны нас успокаивать и не напрягать. Большинство людей это напрягает. Как это? Какая власть? А я? А что, а где? А почему не я? Я же сам могу? Я же всего сам добился, да ничего ты сам не добился. Бог просто вложил в тебя эти дары. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Дары не приложены. Он дал нам дары исцеления, дары говорения на языках, в том числе и на иностранных. Но он дал нам много чего. Дар любви, дар веры, очень много чего. Но вопрос, как мы это использовали. И вы знаете, вот я про себя просто слушаю. Да, я говорю, что может быть я не прав, но я так это вижу. Я занимался, используя эти дары, данные Богом, я занимался ими не совершенно, не в Божьих целях. Писание же говорит, даром получили, даром давайте, я же даром не давал, я же все деньги делал. Теперь Бог меня за это покарал, убил, наказал. Нет, наоборот. Он все взял и перевернул в свою сторону. И еще и благословил. Потому что он вот такой. Он вот такой. Он дает нам шанс, еще один, и еще один, и еще один, и еще миллион шансов даст. Потому что он больше не хочет с нами судиться. Ему было достаточно одной жертвы Иисуса Христа. Достаточно. Она примирила нас навсегда с Богом. И что бы мы ни делали. Дальше написано. С этим отрывком мы закончили. Просто еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что он говорит одну простую вещь. Благо будет тогда, когда у нас будет страх Господь. Когда мы будем бояться потерять этих отношений, будет благо. Не когда мы будем вот прям по линеечке ходить, ровненько, такие христиане, помазанные, как это называется, религиозные. А когда мы будем в правильном положении сердца. Будем делать проблему себе, другим. Но мы в правильном положении сердца. Мы никуда с Божьих путей не сходим. У нас есть страх Господний. И когда мы увидели, что сделали проблемы, надо сказать, вау, что-то меня не туда занесло. И начать делать правильные вещи. Потому что наше сердце, помните, написано, если сердце ваше судит вас, в других переводах совесть, то кормим пачей Бог, потому что Бог больше сердца, или больше совести. Если наше сердце нам говорит, ты плохо сделал, ты неправильно сделал. Даже если ты это уже сделал, покайся. И Бог простит. Он не зальет благо. Потому что ты прислушиваешься к голосу того, что Он вложил в тебя, как руководителя. Помните, я говорил на еврейской совести, это мацпун, а компас, это мацпен. А север, это цафон. И все это однокоренные слова. То есть что-то, что указывает нам путь. Без этого никак. И Бог хочет, чтобы мы о нем всегда помнили. Второзаконие, восьмая глава. С одиннадцатого стиха по восемнадцатый. Самое любимое место. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые заповедуют тебе. Берегись. Мы должны соблюдать Божьи заповеди и помнить Бога. Хуже всего это забыть Бога. Вы знаете, Бог никогда, Он так все предусмотрел, что Он ограничил наше... Он ограничил себя рамками своего слова для нас. И еврейские мудрецы говорят такую фразу. Они говорят «Маосей авот симан лабаним». То есть, дела отцов являются знамением для их детей. В прошлом, то есть, до исхода простите, до исхода евреев из Египта уже был такой случай, когда человек забыл Бога. Помните его? Кто помнит такой случай? Когда человек забыл Бога. Я вам напомню. Дело было в пустыне, возле города Бейтель, Вифиль. Яков спал, камешек под голову подложил и что увидел? Лестницу. А во главе лестницы кто стоял? Бог. И он сказал, если ты благословишь меня и дашь мне живым дойти до места и вернуться обратно, то я отдам тебе десятую часть всего, что у меня есть. И с тем пошел. Поставил там памятник, навел на него елей и пошел. Но тут же забыл про Бога. Все делал своими путями и на 14-15 почти лет завис у Лавана. Помните эту историю? Он сам обманул сначала своего отца, потом забыл про Бога, потом удивился, почему Лаван подсунул ему одно место другой. И он за одну работал с землей и за другую с землей. А потом еще убегал от Лавана не самым честным путем. И если бы Бог не вмешался, не пришел к Лавану и сказал не делай ему ничего плохого, не делай и не говори ему ничего плохого и ничего хорошего. То есть не общайся с ним, не дай Бог тебе, потому что это мой человек. И вот представьте себе, что то же самое произошло с евреями. Это его народ. То же самое произошло с нами, мы его люди, мы с этого начали, мы Божий народ. И все, что бы мы ни делали, и как бы мы не забывали Бога, он всегда помнит о нас. И он, когда надо будет, придет к нашему врагу, и неважно, кто это будет, и скажет, смотри, не делай и не говори ему ничего плохого и ничего хорошего. То есть не приближайся к нему. Это мой человек. И вы должны просто понимать, что Бог вот так нас защищает. но он говорит, берегись, зачем тебе все это проходить. Еще раз прочитаю эти слова. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая его заповедей и законов его. Дальше написано, что когда будешь есть и насыщаться, это очень вообще такие вещи пророческие. Мы говорили, что будем говорить о пророчествах сегодня. Это пророческие вещи, которые Бог изрек в нашу жизнь еще когда? Еще при выходе евреев из Египта. Когда будешь есть и насыщаться. Слушайте внимательно. И построишь хорошие домы и будешь жить в них. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Он это говорит, делая отсылку к Якову. У него ведь было все. У него было все. И он сравнивает Якова с Иосифом. У Иосифа тоже было все. И даже больше. Но он никогда не забывал о Боге. Писание нам напоминает каждый раз, что он сидел в тюрьме, но Бог был с ним. Он был в доме фараона, но Бог был с ним. Фараон говорит, с тобой Бог, и ты будешь вторым человеком. Все, говорит, будет твое, ну кроме, говорит, колесница первая будет моя всегда ехать, вторая твоя. Потому что с ним Бог. Он никогда не забывал. И нам он говорит то же самое. И дальше написано, который вывел тоже проходил, или проходим, может быть, кто-то из нас сейчас, где змей, скорпионы, василистки. Опасности. Сухо, нет воды. Ну дальше написано, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной. Ты думал, все, предел, ничего нет, но вдруг из скалы потекла вода. Ты даже не подозревал об этом? Но Бог это сделал. Он питал тебя в пустыне манную, которые не знали отцы твои, дал смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Ну, здесь перевод добро, а в оригинале написано Иосереха тов. То есть, чтобы у тебя все было хорошо. А как у нас хорошо по Божьим понятиям? Это как сотворение мира. В сотворении мира там все было хорошо, и хорошо весьма. Вот это то, что хочет сделать Бог. Но Он должен сначала испытать нас. Он должен сначала посмотреть, как мы смиримся перед Ним. И дальше написано сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем моя сила и моя крепость сделали это богатство сие. Многие начинают говорить это я заработал, я получил, мне дали, я то, это не ты. Это Бог. Но Он хочет, чтобы ты об этом помнил. Если мы будем помнить Бога, то Он даст нам силу. И эта сила заключается вот в чем. Это самое любимое место в Писании во второзаконии. Написано, «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить как ныне завет свой, который Он клятвую утвердил нашим отцам». То есть, если мы помним Бога, всегда держим Его в сердце, то Он дает нам силу приобретать богатство. А богатство это не только деньги. Это не только деньги, это и наше служение, это богатство, и наше окружение это богатство, и наши дети это богатство, и внуки это богатство. Это все богатство. Да все богатство. То есть, Он дает нам не просто «Я даю вам в подарок богатство». Нет, Он дает нам силу Его приобрести. Иногда бывает за деньги, иногда бывает за время, но никогда не за счет свободы. Бог хочет, чтобы мы были свободными, потому что Он хочет, чтобы мы познали истину. И опять возвращаемся. Без Иисуса мы ничего не можем сделать, даже свободу приобрести, и даже богатство приобрести. Но Иисус пришел, чтобы сделать нас свободными. И это второе обетование. Бог хочет, чтобы мы освободились от рабства. То есть, первое, Он хочет сделать нам добро, и благо, и благотворить нам. Второе, Он хочет, чтобы мы стали свободными, мы освободились. В Новом Завете Павел пишет, что если кто-то покаялся рабом, продолжай служить верой. Но если есть у тебя возможность стать свободным, встань. Почему? Потому что каждый из нас, здесь есть люди, которые ходят на работу, здесь люди, которые занимаются бизнесом, здесь есть люди, которые сидят на пенсии, есть люди, которые еще только мечтают о работе, и они в любом случае находятся в том или ином рабстве. Это рабство называется одним простым словом. Деньги. мы, к сожалению, зависим от этих людей. Мы в этом мире, живя в этом мире, мы зависим от денег. Говорят, деньги это не главное в жизни. Но знаете, после кислорода они где-то на втором месте находятся, когда их нет. Ты как-то вот больше ни о чем думать не можешь. Но это не главное. Но больше ни о чем думать не можешь. где нужны деньги. Где нужны деньги, чтобы поесть, где нужны деньги, чтобы жить, чтобы одеться. И это рабство. Но рабство заключается не в том, что у нас есть деньги или нет денег. Рабство заключается в нашем мышлении. Мы ищем деньги, вот многие там говорят, Господь пошли мне финансы, пошли мне там деньги, пошли мне выигрыш. Бог не печатный станок и не монетный двор. Он не дает денег, ему они вообще не нужны. Он дает возможности. Он дает пути. И наша задача, вот он говорит, приобретай мудрость. Всем, чем только можешь, приобретай мудрость. Мы же должны мудро выбрать путь, по которому двигаться. За деньгами, за здоровьем, за отношениями, за окружением. У нас должна быть мудрость для этого. И Бог дает нам эту силу. Этой силой мудрости Он создал Вселенную. И Он дает нам эту силу приобретать все это. Мы должны об этом всегда помнить. И вот обетование, которое сам Иисус, Бог Иисус, пришел и дал нам в нашу жизнь. Он сказал, Иоанн 10 глава, 10 стих. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Это обетование самого Иисуса Христа. Он пришел в нашу жизнь. Я хочу, чтобы вы прочувствовали это. Он пришел в нашу жизнь для того, чтобы мы имели жизнь, а до этого у нас была не жизнь, и жизнь с избытком. Потому что Иисус пришел, чтобы осуществить все, что Бог пообещал. Излить на нас благо. Навести, вернее, тому сказал Бог. Наведет на нас благо. Он будет благотворить нам. Он будет радоваться за нас. Он встретит. Он ведет нас в дом отца. Он даст нам халат на плечи. Перстень на руку. Обувь на ноги. Самого там тучного телца. И пир устроит. Не потому, что мы пришли и сказали ему, отец, прости нас, пожалуйста. Мы вот грешили устроить там разбор полетов нам, значит, там на три дня. Испытательный срок там какой-то еще. Нет. Просто потому, что мы были раньше потеряны, а теперь нашлись. Раньше мы были мертвы, а теперь живые. И именно только поэтому он хочет излить на нас все. Потому, что он ждет нас, что со времен Адам. Ждет, когда мы покаемся и придем в дом отца. Но не физически пойдем на колени и будем долго плакать лицом вниз. Нет. Вот здесь. Сердце, когда мы покаемся. Когда наше правильное сердце станет в правильную позицию перед Богом, все произойдет. И не днем раньше, не днем позже. И теперь наша задача в отношениях с Богом помнить, кто Он в нашей жизни. Помнить, где Его место в нашей жизни. А самое главное, где наше место по отношению к Богу. И я еще раз напоминаю о том, что Бог, Он триедин. Иисус есть Бог. Дух есть Бог. И Отец есть Бог. Иисус поселился в нашем сердце, когда Он сказал, на кресте свершилось. Когда завеса разодралась надвое. Когда больше нет преград между Богом и человеком. Он поселился в нашем сердце. И Он должен стать там, Богом. Еще раз повторяю. Он либо Бог всего, либо не Бог вообще. И это мы должны решить для себя. Это наше решение. Это все, что от нас зависит, это принять решение. Он либо Бог всего, либо не Бог вообще. И это разговаривалось с американцем. И это на английском звучит гораздо красивее. Просто вот эта фраза, которая мне запала еще со времен, когда я покаялся. Она реально иногда заставляет меня сильно задуматься. А вот в этой ситуации конкретной, и сейчас Иисус для меня Бог, или я все-таки своими силами пытаюсь что-то сделать. Или я разочаровался. Или я Ему не доверяю. Но Он должен стать Богом всего в нашей жизни. Я хочу, чтобы мы просто сейчас взяли буквально несколько минут. Просто молитвы в тишине. Я буду молиться вслух. Вы молитесь про себя. Молитесь о себе. Потому что в жизни каждого здесь сидящего, включая того, кто говорит, есть моменты, когда Он не Бог всего. Он вдруг перестает быть Богом. Он просто где-то отдельно стоящая сущность. И я понимаю, что Он есть. И что благодаря Ему я сейчас, конечно, справлюсь. Но стараюсь сделать это сам. А Он говорит, без Меня ты не можешь сделать ничего. Почему? Потому что мы не в Божьем Царстве все еще живем. Мы живем здесь, на земле, где против нас есть война. Сил тьмы поднебесной. И они будут делать все, чтобы у нас ничего не получилось и мы разочаровались в Боге. Все. Это их работа, как говорится, им за это деньги платят. А Бог говорит, со мной, если все, что попросишь, во имя Мое, дано будет. Потому что нет другого имени. И потому что я ухожу в дом Отца. Я там буду за вас просить. Он наш ходатай. И мы должны принять Его, наконец, как Бога всего. Бога здоровья. Бога финансов. Бога еды. Бога жилья. Бога машины. Бога работы. Босса. Он Бог вашего босса. Вы знаете об этом? Босс не знает об этом. А вы-то знаете об этом. Так попросите Его, чтобы Он навел порядок в голове вашего босса, чтобы Он перестал капать на мозги. Потому что, обязательно, все, что попросите во имя Его, будет. У вас проблемы с какими-то там поисками чего-то? Попросите Бога, чтобы Он навел порядок там, где вы ищете. Чтобы Он поставил на то место, где вам нужно это забрать. У вас проблемы со здоровьем? Попросите Бога, чтобы Он поставил вам нужных врачей на то место, где вы сейчас будете. У вас они там будут. Потому что Он Бог и ваших врачей, и ваших соседей, и того, кто вас подрезал на дороге, Он тоже Его Бог. Потому что Он Бог всего. И за это нужно молиться. Нужно просто молиться за то, чтобы наш мозг перестроился. Я очень давно проповедую о перемене мышления. Нам нужно начать менять свой мозг, чтобы он всегда помнил о том, что Иисус это Бог. Всего. И давайте будем за это молиться.